Всем привет! С вами Кристалл! Продолжаем играть в разные игры! И сегодня, ребята, мы с вами всегда просто крутицкую игрушку под названием Слайм Трикея, где мы с вами будем играть за вот эту огромную слизь, которая постоянно будет уничтожать человеков. А чем больше человеков мы с вами уничтожим, тем больше мутаций для нашей слизи мы разблокируем. А чем больше мутаций, тем больше боли! Поэтому, ребята, если игрушка понравится, поддержите лайками, будет много лайков, обязательно будем проходить её дальше. Так как игрушки вроде как сюжет есть и всякое такое, поэтому лайк обязательно поставь. А ну и тем временем, смотрите, у нас потихонечку слизь уничтожает всех людишек, это супер-мега всё прекрасно, но мне хотелось бы, чтобы это происходило немножечко эффективнее. И для этого подходим вот этим торговым автоматом и здесь берём себе самые первые прокачки. Например, я хочу, чтобы у нас сейчас появилась мутация, которая будет создавать нам зомбиков. Поэтому так вот делаем, и потихоньку у нас здесь будут появляться зомби, которые будут сражаться с людьми. Вот такие вот маленькие зелёные скелетики, но это лишь начало, потому что я хочу ещё открыть больше мощи. Так что стараемся сейчас собирать все магазины, после чего делаем улучшения и разблокируем себе какие-нибудь интересные приколюхи. Я сейчас возьму специально несколько апгрейдов, которые нас усилят. Возьму себе копилочку, чтобы мы с вами быстренько денег заработали. И после этого начнётся тотальная у нас резня. А то видите, как минимум здесь людей очень много, а где чё-то они как-то не подыхают. Мне нужно этот момент будет исправлять. И для этого сейчас возьмём некоторые апгрейдики себе. А после этого начнётся прямо полная вакханалия. Так, ну ладно. А сейчас возьмём, например, себе ещё автомат Калашникова, чтобы ещё более жёстко всех раскидывать. Но как видите, у нас уже дерево выгля... Ой, господи, не дерево, а у нас уже слизь выглядит весьма симпатичнее. Так, с автоматом, с какими-то чувачками и с денежным деревом. Вот таким вот. И означает, что сейчас я ещё и бабла заработаю, потому что денежное дерево весьма неплохая такая штука. И у нас снизу есть различные способности, они автоматически активируются с определённым временным диапазоном. Но если я таких способностей много соберу в одну кучу, то произойдёт её усиление. Поэтому три способности одного типа создают более мощную способность. Например, можно вот автоматов три штуки докупить, после чего они станут вторым уровнем. Ну и то, что стоит со вторым уровнем, на нём иконочка второго уровня, собственно, и нарисована. Ядрить здесь, конечно, армия собралась. Надо бы, конечно, от них всех поизбавляться, поэтому вот так вот сделаем супер взрыв и сразу же вынесем огромную толпу. Ну и, понятное дело, враги потихонечку будут становиться сильнее, будут становиться опаснее. Поэтому этот момент нужно будет учитывать, иначе могут меня так развалить, если я слишком долго буду прокачиваться. Или если буду брать какие-нибудь бесполезные прокачки. Кстати, если игрушка вам понравится, захотите в неё сами поиграть, то ссылку, как обычно, у себя в Телеграме оставил. Заходите в мою Телегу, находите ссылочку и играйте сами. Кстати, вещи есть у нас более крутого качества, например, чем дальше мы с вами прокачиваемся, тем больше отличных шансов вещей появляется. Например, прокачался, и сейчас у нас появились вещи Б-класса, что значительно лучше, чем то, что у нас было до этого. Поэтому обязательно их приобретаем. И я могу ещё продать хрюшку, но я, наверное, чуть позже продам её, когда я её более сильно прокачаю, так как вещи, прокачанные до максимума, дают намного больше бонусов. А я хочу получить сразу целую тонну деньжат для прокачек. Так, здесь у нас пока что хрюшки что-то не видно. Автомат, кстати говоря, да, реально, можно автомат купить, прокачать его. Так, можно взять ещё себе бананчики, как вариант, они нам потом бы очень даже пригодились, потому что я их раскачаю. И дальше хорошо бы найти хрюшку. Если чё, если вам непонятно, где у меня деньги, вот там вот наверху, где иконка босса, которая через 5 минут появится, вот это у меня деньги, а это ДНК, за которую я смогу потом улучшаться. Поэтому здесь есть вот такие вот штукенцы, если вдруг вы их не заметили до этого. Так, сделаем вот эту прокачку, и всё, я уже тут подчистую забит, так-то и некуда, нечего вмещать. Блин, мне хрюшка нужна, а хрюшка, вот она появилась, отличненько. Так, тогда одну способность какую-нибудь я удалю, чтобы хрюшку докупить. Так, а хрюшку я не смог докупить, а почему не смог? Так, вот это если я удалю, тоже не хватит. Сколько хрюшка-то стоит? 3 монетки, а мне одной не хватает буквально. Давайте самую стандартную способность удалим, и вот так вот хрюшку сделаем, всё отлично. Хрюшка второго уровня, две хрюшки, точнее, второго уровня, мне бы ещё одну хрюшку достать, и после этого будет всё супер-мега-классно. Так, поэтому потихоньку сейчас здесь будем двигаться, у меня плюс новые способности появились, у меня колёса вокруг из меня выкатываются, которые всех поджигают, разжигают и так далее. Так, ещё хрюшка, отлично. Сейчас скоро времени что-нибудь ультимативное приобретём себе. Да, кстати, на уровне у нас есть задача продержаться вот это вот время, а после этого появится ультимативный мега-ультра-босс, которого надо будет, конечно же, порешать. А поэтому будет уровень только считаться пройден тогда, когда мы с вами победим босса. Всё, я собрал супер-хрюшку, поэтому сейчас будем адово с вами закупаться. Заходим вот в этот вот магазинчик и как раз-таки продаём всю копилку. У меня становится 50 монет, вы себе представляете, насколько там много? Это дохренище. Делаем прокачку нашего магазина, чтобы у нас было больше выборка. Так, и дальше, например, ещё бананов возьмём. Возьмём ещё пробивные способности. Так, бонусы мне, конечно, пригодились бы, но сначала надо вот это. О, слушайте, а хрюшку ещё раз можно прокачать. Так, хрюшку я возьму. Так, обменяемся вот здесь. Так, ещё есть пробивная способность. Мы её тоже прикупаем. Так, дальше мне нужно что-то более могущественное. У меня пока что не хватает каких-то ультимативно лютых вещей. Я постоянно бананы лутаю только. И бананы крутые, бесспорно, но хотелось бы что-то более мощное себе приобрести. Поэтому надеюсь, что что-нибудь попадётся. Так, и у нас третьего уровня способность. Теперь мы с вами максимально люто начинаем всех вокруг пробивать насквозь. Но тем временем деньги у меня закончились. Так что на следующем автомате мы реализуемся. Но главное, чтобы я не подыхал, нужно быстрее прокачиваться. Здоровье у меня внизу. И если я не буду постоянно какие-то бонусы лутать, то в один момент меня зафигачит. Так как восстанавливаться я могу только при помощи колб с людишками. Так, вот так вот. Кстати, кодовое слово сегодня будет людишки. Поэтому пиши людишки и получишь от меня лайк. Так, отличненько. Готовы ещё у нас усиления. Так, огненные колёса появились. Хрюшка. Хрюшку я просто продаю, которая у меня была. Так, ещё одни огненные колёса. Прекрасно, прекрасно. Пока что мне нравится, что он здесь появляется. Но хотелось бы способности более высокого качества найти. Но пока что они ещё не прокручиваются здесь особо. Так что закупаемся, чем просто хотим. А что доступно, то и берём. Вот. Самое главное создавать способности третьего уровня. Чтобы прям вообще всем вокруг было максимально больно. Так. И вот так вот поэтому я добираю. Чё ещё есть? Ещё бананчики. Ещё огненная штука. Её можно закрепить, чтобы она у нас не пропадала. Я, конечно, понимаю, что много у нас менеджмента происходит. Различных ресурсов. Но в дальнейшем, когда мы с вами уже побольше поиграем, то это будет более-менее на автоматизме, как мне кажется. Но в любом случае, увижу по вашим лайкам, по вашим просмотрам, насколько игра вам понравилась. Если будет прям много лайков, то обязательно, конечно, будем продолжать и развиваться как можно сильнее в этой игре. Тем более, что здесь есть самые разные виды. Слизни я сейчас играю на одном из тех, у которого в основном фишка в том, что он в ближнем бою сражается. А есть и дальники, и всякие другие приколдесы, до которых хотелось бы добраться. Так, бананы у нас прекрасно вылетают, колёса тоже летают по всей карте, всех разбивают. Великолепно, потрясающе. Так, магазинчик вижу. Так, здесь ещё и суператака. Новые враги роботы какие-то на меня попёрли. Весьма это неприятно. Так, покупаем усиление, покупаем усиление. Всё готово. Теперь постоянно будут бонусы мне падать. Это отличненько. Вот этот подарок, он усиливает бонусы. Это пассивка, которая даёт возможность пробивать больше врагов за один выстрел. Бананы, понятное дело, летают вокруг и начинают всех пробивать. Колёса тоже летают вокруг. Начинают всех пробивать. Ну и зомбики периодически появляются. Кстати, зомбики, по сути, у меня самый бесполезный апгрейд, если так подумать, что от него меньше всего проку выходит. Так, ну а пока можно вот бананы дособрать. Потихонечку билд из бананов дособрать, точнее. А так, у меня колесница ещё не готова до третьего уровня. Но как только будет готова, колёса будут просто выжигать всё на свете. Если что, сейчас у меня открываются вещи только А, Б, по-моему нет. П, С и Д класса. Это вообще самые низкие, по сути, классы. Сейчас мы чутка с вами дальше пройдём, и у нас будет открываться уже С класс и А класс. Это самые мощные способности, которые только можно себе представить как-никак. Так, поэтому будем, конечно же, стараться в ту сторону и работать. Так, магазины только я что-то не особо собираю, но просто посмотрите, сколько у нас трупов уже на карте валяется. Если вдруг, конечно, вам видно, что тут резня постоянно какая-то, мязня происходит, это да, это понятно. Но трупов, если увидеть сколько, то понимаешь, что реально тут просто жесть какая происходит. Просто геноцид, тотальный людишек. И это прекрасно! Надёте, мы в эту игру и зашли, конечно же, чтобы погеноцидить всех и вся. Хотя, благо, надеюсь, на меня никто не в обиде, да? Я это, если что, по-доброму всё делаю, да? Добрые убийства. Ничего личного. Просто бизнес. Так, окей, покупаем колёса ещё раз. Так, свинку я продам, которая у меня до этого была. Улучшу магазин, чтобы у нас наконец-то появились шансы. А, качество оружия! Поэтому вот это будет суперски. Так, а это я просто сохраню, чтобы в дальнейшем магазине ещё что-нибудь докупить. Докупаем, докупаем. Всё, колёса третий уровень огненные, максимально прокачался. Там дальше остальное можно просто тратить на улучшение магазинов, чтобы открывались вещи более сочные. И на это я буду, конечно же, в дальнейшем тратиться. Так, ещё нужно при этом не забывать все бонусы собирать, так как некоторые из этих бонусов нам в дальнейшем очень пригодятся. Особенно ДНК. Если вот такие вот вёдра с ДНК мы с вами видим, нужно их стараться как можно больше за уровень собирать, потому что за них делаются весьма неплохие улучшения для нашего слизняка. Так. И в целом, ребята, как вам вообще игрушки такого формата, как Vampire Survivors и всё такое? Если хотите побольше подобных игрушек, напишите в комментариях, чего вы по этому поводу думаете. Я, конечно же, всё читаю, всё стараюсь смотреть и учитывать ваши пожелания. Поэтому, да, пишите. Главное, чтобы я знал об этом. Так. Господи, у меня тут ошибка системы вылетела. Надеюсь, ничего не сломалось. Так, всё-всё-всё вроде окей. А я же испугался, что сейчас запись у нас просто сломается внезапно. Так. А у нас всё идёт очень даже неплохо в плане прокачек, поэтому не хотелось бы им. Так, свинок сохраняем пока что. Мне нужно очень много финансов, поэтому нужны свинки. Свинки — самая лучшая прокачка в дальнейшем для нас. Так, ещё здесь монетки так-то нарисованы по краям карты. Я, по сути, пропускаю магазин тем, что просто невнимательно смотрю. Вот если сюда мы придём, то здесь должен быть магазинчик, который я ещё в самом начале, судя по всему, забыл. Потому что здесь я особо-то и не хожу. Так, а вот и первая вещь А-класса. Отлично. Покупаю по-любому. А вещь А-класса — это офигеть, что-то очень мощное. Так, поэтому... А что я вообще взял, как это называется? Ну ладно, в следующий раз в магазине посмотрю, что я такое прикупил. Как будто бы огненные фрикадельки какие-то нарисованы. Может быть, это реально и есть огненные фрикадельки, которые просто разжигают... Сжигают, точнее, всех и всех. А, вот я вижу, у нас вокруг нас такое кольцо из огненных каких-то снарядов вылетает. И плюс здесь какой-то демонюка в виде мозга огромного появился. Надо бы как-нибудь от него избавиться. Ну вот такие ребята, которые гигантские, это что-то типа элитных врагов. Есть боссы, а есть элитные враги. Вот тоже надо как бы их учитывать и их уничтожать. Так, и еще магазинчик. Так, хрюшка готова, хрюшка готова. На третьем уровне до сих пор пока не получилось. Так, и еще вещь А-класса. Отлично, сохраняем. Так, я бы хотел вещь С-класса начать открывать. Но пока что мы не докачали магазин. Достаточно круто, чтобы до таких способностей дойти. Зато, кстати, приятно, что наконец-то людей не так много. Я хотя бы понимаю, что у меня в данный момент на экране происходит. И могу хоть как-то сконцентрироваться на собирании различных бонусов. Так, чуваки с гробами какие-то появились. Разве таких не припоминаю. Что-то новенькое. Так, ладно. Надеюсь, они не слишком опасны. Я просто боюсь, что внезапно выйдет какой-нибудь враг, который будет просто миллиарды ДПСов носить. И я с таким ничего не смогу сделать. Так, а мне нужна скорость. Я тут магазин вижу, поэтому быстренько в магазин. Так, покупаем хрюшку. Все, хрюшка третий уровень готова. Но пока что я не могу ее потратить. По той причине, что мы ее должны потратить в другом магазине. В следующем. Если в этом мы продаем, то бонус вроде как дается не такой большой. Если я правильно понимаю. Поэтому потратим в следующем магазине. И капец, конечно, и вот этих чуваков с гробами. Просто посмотрите, как их много. Они либо очень прочные, либо фиг его знает. Так, все, хрюшку продаю. Улучшаем магазин. Двухпроцентный шанс только появился с того, что у нас будет появляться вещь С-класса. Ну, я надеюсь, что хотя бы одну-то мы вылутаем такую. Так, дальше поехали. Еще А-класс. Так, вот это, кстати, шотган. Игловой шотган у нас появился. Хорошо. Так, С-класс пока вообще даже близко. Это что-то не вижу. Ну, ладно, пока прокачаю что-нибудь. Бэйли или... О, первая вещь С-класса. Мощные, самонаводящие стрел... Если стрелять глазами, они будут сами находить цель. Очень удобно. Отлично. Первая вещь С-класса. Так, ну, нужно что-то заменить. Например, электрический выстрел. Я его беру и вместо него... Блин, я его продал вместо того, чтобы... Черт, я ошибся немного. Вот это вот зомбиков надо было нафиг продать. А вот то, что тут способность продал, жалко. Ну, ладно, что поделать. Продал, так продал. Можно еще покрутить, значит, тогда слоты. И здесь больше ничего нет. Все, я все деньги потратил. Ну, ладно. У нас какие-то суперскоростные, самонаводящиеся глаза появились. А теперь у меня игловой дробовик. Я реально, кстати, с дробовиком хожу. Если бы посмотрите, у меня из моего слезняка дробаштель вылезает. Слушайте, круто, круто. Так, а что здесь есть? Есть, есть, есть что-нибудь сочное. Так, вот это я возьму. А все остальное у нас уже вроде было. Ну, ладно, дробовик закреплю. Потому что потом, наверное, мы его с вами прикупим, прокачаем и все такое. Так, еще раз напомню, что ссылка на игру у меня в телеге находится. Если что, заходите на мой дискорд, если хотите со мной пообщаться. И если хотите поддержать меня рублем и получить больше всяких бонусов и контента, то у меня еще есть бусти. Ссылки все в описании, понятное дело. Так, немножечко саморекламы. А то у меня просто рекламы нет, поэтому можно и саморекламой позаниматься. Я думаю, вы не против особо. Так, и у нас босс появился. Идрить время босса. Но сначала нужно закупиться оставшимся. Так, вот здесь есть возможность прокачать. Но этой штуки у меня третьей нет, поэтому я не знаю, стоит ли так делать. Давайте я лучше откреплю вот эти способности и посмотрим, может быть, выпадет что-то более подходящее. Блин, ну я кучу ресурсов. О, отлично. Вот это мне интересовало. Все до второго уровня я проапал. И С-класса еще одна штукенция появилась. Все окей, и магазин прямо здесь, поэтому вот это мы сразу берем. И можно заменить что-нибудь более слабое, наверное. Так, давайте автомат, наверное, обычный уберем. А вот здесь как раз еще один глаз поставим, как вариант. Мне кажется, так будет лучше. Так, обновить можно, обновить. Еще огонь. Огонь, наверное, не буду брать. Так, что еще есть? Ну ладно, можно было взять уже огонь. И этот огонь я бы реализовал, то, что он прокачался бы. Ну ладно. Как уж вышло, так уж и вышло. Все, магазинов что-то больше не вижу. Босс у нас где-то внизу нарисовывается. Я сам, наверное, к нему бежать не буду. Лучше пускай он потихонечку сам ко мне подбирается. А то я сейчас в него рашну. А мало ли, он там супер-мега опасный. Возьмет меня ваншотник как вариант. Ну я не знаю, насколько он сильный, но босс же. Поэтому наверняка он не должен убирать с одного выстрела. Хотя, может быть, я как-нибудь перекачался. Здесь уже супер-мега грамотный подход. Но я сомневаюсь. Что я настолько хорош. Так, ладно, здесь ничего не прокачалось. Просто пойдем в его сторону, ладно. Я хотя бы хочу посмотреть, где этот босс. А, он уже наверху. Ты что там наверху делаешь? Он у тебя только что внизу был. Так, где ты там? Ты как вообще выглядишь-то? Ты лобный, страшный? А, нет, это какая-то капуста. Я что, убью босса? Серьезно? Это был босс? Что? Я даже понять его не успел. 8 тысяч людей завалил. Ни хрена себе. Так, у нас тут шкала потихонечку катится. Я что-то там прокачал. Так, вот тут светиться все должно. Вот тут крутые спецэффекты будут. Вот тут суприм шотган какой-то разблокировали. Но игрушка еще не в полном релизе. Поэтому некоторые приколюхи такие могут быть. Ну и смотрите, у нас здесь мы ДНК собирали. Правда, я его мало собрал. Но вот здесь есть различные прокачки. Я уже некоторые из них делал. Здесь, например, 2 человека. В слайме при движении будут носить урон. Также можно увеличить здоровье нашего слайма. Либо же больше способностей различных разблокировать. И они как раз разблокируются. То, что мы собираем ДНК. Вот эти вот. Я, правда, не знаю, что в данный момент прокачать. Поэтому это я еще подумаю, наверное. И вот у нас разные виды слаймов. Которые потихонечку будут разблокироваться. Но это четко позже. Потому что для этого нужно проходить. Например, глаза с того, чтобы чувачка открыть. Нужен четвертый уровень. Про эти уровни здесь вон сколько. И в конце там будет что-то, видимо, супер страшное. Финал я какой-то. Ладно. До туда, может быть, дойдем. Если вы лайками будете поддерживать. Поэтому ставь лайк, если игрушка понравилась. У нас с тобой был Кристалл. Не скучай, не валей. Скоро с тобой увидимся. Удачи и пока. По идее, здесь должно быть тихо. И особо ничего говорить здесь я не должен. Но так как у нас появилась отдельная благодарность. То отдельная благодарность Ору-622. Спасибо тебе большое за твою огромную, щитреньшую, прекрасную поддержку.